Пациентка 65 лет, готовящаяся к протезированию правого тазобедренного сустава с жалобами на боли, чувство неудобства в правом тазобедренном суставе, усиливающейся при ходьбе. Исследование САК-КОР-АХ-ПРОЕКЦИЯ. Импульсные последовательности СЕТ1-Т2-Т2-ПД-СТИР. Контрастное усиление не проводилось. Получено изображение тазобедренных суставов в аксиальной, сагитальной и корональной плоскости. Правый тазобедренный сустав. Анатомические соотношения в суставе сохранены, суставные поверхности конгруентны. Суставные поверхности неровные, с признаком субхондрального склероза узурации. Объем головки правой бедренной кости уменьшен. Определяются выраженные признаки тробикулярного отека головки и шейки бедренной кости. Признаки субхондрального тробикулярного отека по нижней половине суставной поверхности вертлужной впадины. В полости сустава определяется умеренное количество свободной жидкости. Свежие костно-травматические костно-деструктивные изменения не выявлены. признаки воплощения крыши вертлужной впадины. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается, значительно истончен. Периатрикулярные ткани отечны, преимущественно в области большого вертела. Левый тазобедренный сустав. Анатомические соотношения в суставе сохранены, суставные поверхности конгруентны. Суставные поверхности неровные, с признаками субхондрального склероза узурации. В полости сустава определяется умеренное количество свободной жидкости. Свежие костно-травматические, костно-деструктивные изменения не выявлены. Признаки воплощения крыши вертлужной впадины с обеих сторон. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается, неравномерно истончен. Периатрикулярные ткани не изменены. Заключение. МР-признаки асептического негроза головки правой бедренной кости двухстороннего коксартроза третьей степени справа, первой-второй степени слева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова